Наруто лапша и племя еды. Это хорошая лапша. Как будто ешь галимый с ученским перец. Здравствуйте, друзья! С хорошей всем субботой! Сегодня подоширачим. Канал зовут Леедальник, опять-таки Василий. Меня зовут Рубрика, называется подоширачим. И сегодня мы едим лапшу из аниме-магазина. Ни какую-нибудь левую, а то все одно на шим, сам янг, хир янг, все одно и то же. Нет, это другие вообще вещи. Это лапша Наруто. Наруто лапша. И лапша, которая называется племя еды. Племя еды, кстати, стоит, сука, 400 рублей за вот эту вот баночку. И я не представляю, что туда напихали за такие деньги. Обе китайского производства, хотя, казалось бы, и Наруто должно быть японского. Нет, хрен вам. Хрен-то там, оно китайское. Что еще можно сказать? Что вот Наруто, он со вкусом курицы и грибов, а племя еды, блядь, со вкусом говяжьего желудка. Надеюсь, что не содержимого говяжьего желудка, а все-таки самого говяжьего желудка. Давайте откроем Наруто, посмотрим, что у Наруто внутри. Тут вот какая-то это... Что это? Ладно. Ой, тут... Ой, вот анимешникам ведет, конечно. Четыре пакетца. Четыре. И лапша. Лапша, ну, в принципе, лапша стандартная. Выглядит как обычная самая лапшичка. Давайте посмотрим, что в пакетах, и выспим сразу. Первое, это, я так понимаю, бульонная основа. Тут никаких загадок нет. Она такая... А, ну... Глютамата до хренов, раз скажу. Второе, совершенно непонятная сушеная штука. Какие-то хлопья. Вот такие вот хлопья. Хреново знаешь, что это. Даже предположения у меня нет никакого. Туда же. Тут проще. Это кунжут и зеленый лук. Сушеный. Показывать даже нет смысла. Все знают, как выглядит кунжут и как выглядит сушеный зеленый лук. А это кукуруза, но это просто овощи. Короче, у меня есть смутное ощущение, что это понт. Потому что все эти три пакетика последних можно было соединить в одном, и ничего бы не изменилось. Заливаем кипятком. Надо будет подождать пять минут, а пока познакомимся с племенем еды. И племя еды. Опа-на! Вот тут вот поналожили, поналожили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть пакетов. Плюс вилка, плюс стеклянная лапша. Давайте распакуем для начала лапшу. И заваривать же ее в пакете. Так. И давайте пустимся в исследование. Тут все на китайском, ни хрена не понятно. Поэтому мы... Так, тут сушеные овощи. В первую очередь... Так, сушеные овощи. Тут у нас красненький пакетик. С надписью опасно. А, у них на всех надпись опасно. Это у нас... Это бульон. Будущее. Пока все понятно, но не понятно, что в остальных. Это вот большая такая пакетища. Ой. Тут какой-то... Соус жидкий причем. Он жидкий-жидкий, а в углах он почему-то твердый. Сейчас я попытаюсь его весь выковырить. Там чуть ли не курица. Или... Нет, тут не курица, это же говяжий желудок. Какие-то, короче, утолщения в углах. Ну, ладно. Сложно это все. По-моему, он сильно долго лежал, потому что 400 рублей стоит, и анимешники его не покупали. И тут немного все слежалось. Не самое аппетитное зрелище, но, надеюсь, оно стоит вот это выколупывание. Ладно. Это знаете что? Это арасисовое масло. Вот то, что в банках продают на хлеб намазывать, только это в пакете. Дальше. Тут еще масса какая-то. Масса, да. Масса. Скорее всего, это чертовски какая-то острая херь. Хотя нет, пахнет. Пахнет скорее уксусом, чем перцем. Гора пакетов растет на столе. Так, и предпоследний пакетик. Тут просто жидкое масло. Вот это, скорее всего, перцовое. Да, это перцовое масло. И какой-то пакетик с чем-то уже окончательно твердым. Неудобно, если честно. Даже зубами не поддается. А, о, пошла. Пошла, родимая. Короче, тут какой-то сгусток непонятный, какой-то чуши. Заливаем все кипятком. Закрываем удобной крышкой, закрывающейся. И тоже 5 минут ждем. Ну что, попробуем Наруто, которая уже заварилась. Выглядит как вапша. Обычное самое, но в квадратной коробочке. Неплохо. Такой довольно мощный вкус курицы. Грибов я, правда, не чувствую пока. Это хорошая лапша. Но не восхитительная. Ну, то есть, такая твердая четверочка. Ровным счетом ничего необычного, ничего какого-то потрясающего, экзотического. Просто горячая лапша с довольно таким насыщенным куриным бульоном. Похрустывающим на зубах кунжутом. Никаких претензий, но не топ-топов. А теперь давайте сразимся с племенем еды. О, пахнет прям сучуанским перцем. Лапша, кстати, разбухла. Ее стало больше, как будто. А это вот, я понял, кто это такие. Это, по-моему, в желудке. Они самые. Давайте попробуем перцем чайского напихали. Ой, он и острый. Острый прямо, он хорошо так острый. Смотрите, горячевата. Секлянная лапша все-таки крутая штука. Это прикольно, в принципе. Но я вот не чувствую ни арахисовой вот этой пасты, которую мы выдавили туда целый пакет, ни других ингредиентов. Я чувствую только сучуанский перец и просто перец. Это очень остро, ну, очень, ну, как очень. Ел я лапшу и острее, но она острая, и она прямо очень сучуанская. Я бы сказал, что племя еды, несмотря на то, что это норм, на своих денег оно не стоит. Не за 400 рублей эта лапша никак. За 200 я бы взял бы баночку такую. За 250, может быть, взял. А за 400 нет. Извините, но нет. Даже я бы сказал, наверное, Наруто мне больше понравится, хотя она простая, как 3 копейки. Но это какой-то просто... Как будто ешь галимый сучуанский перец. Можно попробовать взять что-то такое же, например, с морепродуктами и сравнить. Или, допустим, есть у них еще вкус чуть ли не острая говядина. Но если это просто не острая, типа, да, я не знаю, какая у них острая. Ладно, еще одну вилку съем за Наруто и буду закачивать. Вот бульон чуть-чуть чувствуется, арахисовая паста, но не так, чтобы прямо... Ой, бульон такой острый. Если вы любите острую лапшу, вам зайдет. Не, нормально, не топ опять-таки, но неплохо. Это был подоширачим. Ставьте лайки, пишите комменты, колокольчик нажимайте на канал, естественно, подписывайтесь в первую очередь. А потом уже все остальное. Все остальное вольная программа. На канал надо подписаться обязательно. Еще более вольная программа. Можно стать спонсором и посмотреть мои соцсети, если интересно. А я, в общем-то, всех люблю, кроме некоторых. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok